Дорогие друзья, добрый вечер. Мы с вами продолжаем молиться и ходатайствовать о нашей земле в это непростое время и в этом сезоне. И поэтому в данный момент мы продолжаем говорить о том, что если народ обратится от худых дел своих, и благость Божья, которая приводила к покаянию, мы ее пригласили на нашу землю. И сегодня я хочу вместе с вами помолиться о выборе людей, потому что это свободная воля, которую дал Бог человеку. Но как много было злой воли, навязанной на человеческий ресурс. И эта злая воля, связанная с давлением, с диктаторством, со всякими обманами и ложью, и сейчас с обольщением, которое усилилось на земле. И вот мы с вами этой молитвой сейчас разрушим влияние злой воли над выбором человека, чтобы выбор был сделан верно. Возвратим эту волю назад, добрую, которая была под плитой. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы сегодня молимся не только об отдельно взятом человеке, но о всей нации. Потому что она была под давлением и страхами за этот период пандемии. Когда человеческий облик закрывали, когда заставляли закрыть уста, когда делали этот образ покорным, покорным обстоятельством. Но я благодарю тебя, что пришло время снять и эти ограничители. Пришло время поднять голос сейчас к тебе, потому что ты нас сделал с открытым лицом. Потому что ты сам имеешь открытое лицо, ты не скрываешься от нас. И ты хочешь, чтобы мы были послушны твоему слову, а не покорным обстоятельствам, тем более лживым и навязанным, которые приносят вред, а не приносят пользу. Поэтому во имя Иисуса Христа мы сейчас молимся о выборе человека, для того, чтобы он мог его делать. А для этого у нас есть огромная необходимость сейчас, чтобы ты снял плиту злой воли, которая была навязана за это последнее время. Поэтому во имя Иисуса мы сейчас как нация, как населяющие эту землю люди, говорим, Господи, мы отрекаемся, мы отказываемся от злой воли, давящие на сознание людей, давящие через страхи, через ложь, через различные синтетические пути или химические, или какие-то другие предпосылки. Но во имя Иисуса Христа мы сейчас от всего этого отказываемся, от паники и страха. Мы отказываемся от всего того, что мешало или мешает людям здраво мыслить. Мы отказываемся от всего того, что навязано злой волей, злой волей начальствующих, злой волей глобалистов, злой волей того, который стоит за всем этим. Это демоническая структура. Поэтому во имя Иисуса Христа мы отказываемся от Тебя, злая воля, убирайся вон с дороги этого народа, убирайся вон с дороги каждого из нас. Мы возвращаем свою добрую волю назад, и она к нам возвращается. Она к нам возвращается. И так, которая была зажата столетним периодом, и так, которая была зажата уже последними годами, месяцами или днями, мы отказываемся от злой воли и древней, и сегодняшней. Во имя Иисуса Христа, и мы говорим, добрая воля, она возвращается, и мышление к людям возвращается здравое. И они могут принимать решения не из паники, не из провокаций, а из здравого смысла. Поэтому я благодарю Тебя, что мы благословляем людей на выбор. Этот выбор, он приходит прямо сейчас от Господа, возвращается все, что было украдено. Дьявол, отдай назад тот выбор, который ты не давал. Это Бог послал, как Творец всему творению. И поэтому мы его забираем, этот свободный выбор, и отказываемся от твоих провокаций, отказываемся от твоего обольщения и от всякой лжи. И говорим, ложь мы с тобой не партнерствуем. Этот народ, который населяет землю России, населяет землю СНГшного пространства, не партнерствует с ложью более. И поэтому во имя Иисуса Христа, по твоим тонким ногам ударяется камень, который оторвался от скалы, и рушится это основание, рушится, уничтожается всякое убежище лжи. Благодарю тебя, Отец, за то, что ты слышишь и отвечаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю, друзья, молиться за выбор. Благословляю вас самих принять эту свободу выбора. До завтра. До свидания. Продолжение следует...